Друзья, здравствуйте! Сегодня 10 января 2023 года. Вы сегодня в моей творческой кухне. Я представляю вам две новости. Сегодня рождается будущая звезда российского садоводства. Вы ее знаете. Это Мельникова Юлия Сергеевна. Она узкий специалист. Но какой? До сих пор была заготовка черенков, а это непростое дело, чтобы дерево не искалечить. Так ведь? Это заготовка семян, это пасовка и это стратификация. Чуть-чуть, не довозишь туда жидкости, воды, чуть-чуть лишнего и уже считайте, что год пропал. Вот это ее узкая работа. Я тогда сказал себе, что ты становишься моложе, уже 73 год идет. Не пора ли готовить смену по большому счету? И вот однажды может случиться такое. Может быть не скоро, но хотелось бы, чтобы никогда. Но такое случиться может. То есть, однажды вы можете увидеть на экране вместо меня Мельникову Юлю, вот, и подумать, а кто ж она такая? А можно ли ей доверять? Я решил вас познакомить живьем. Так? Раз. Во-вторых, я ей предлагаю взять псевдоним. Это мы имеем на это право. Например, Белоруссия меня печатала не как Железа Олега Алексеевича, а как Константинов. Сами себе придумали псевдоним. На здоровье не жалко. И вот тут получается так. Если мы возьмем, приставим вторую фамилию. Подчеркиваю, неофициально. Но мы же все в открытую делаем. Вот. И вы увидите подпись. Допустим, вы принимаете заказ. Заказ уже не на деревне дедушки, А заказ будет принимать Мельникова-Железова. Доверие увеличивается, увеличивается. Значит, вот я вам представляю человека псевдонимом. Мельникова-Железова. Теперь, сказав это, А, говорю Б. Сейчас мы присутствуем при вскрытии одной из самых важных посылок в моей жизни. Вот. Эта посылка потерялась в дороге. С 18-го числа ее судьба была неизвестна. С 18-го декабря. В ней бесценные черенки. Вот. И эти черенки... Вот, допустим, считается, что лучшая коллекция абрикосового веня. Да, по крупности, по качеству плодов и по морозостойкости. И вдруг приходят черенки, и если я их привью, они должны быть еще крупнее. Вот. И то были рекорды, а это еще рекорднее. Для этого мы вымотали нервы. Мы ждали с 18-го декабря посылку. Черенки и вещь все-таки живая. И мы сейчас будем скрывать и глядеть на них. Это первое. Второе. И в этой же посылке несколько сотен косточек хасанского персика. Так. Когда-то я добился того, что у меня заплодоносили персики хасанские. Самые морозостойкие в мире. Испытание шло при температуре до 40 градусов. Сергей Железов вырастил все янцы. Однолетние. Каким-то чудом, два-три, не помню, попало к Мезинову в Брянск. Получились, вы видели на моем канале эти фильмы, роскошные, молодые. По-моему, там 4-5 не старше лет. Не старше. Мощные деревья. Все в персиках. Это все видели. И вы вместе со мной переживали, когда пропала посылка. И ко мне Железову вернулось мое творение. Когда-то все начиналось с венточки размером с карандаш. Когда-то. А теперь вот что творится. Уже на Украине они в тысячах экземпляров, если брать плоды. Уже там мои эти, хасанцы. Время идет. И все-таки посылка пришла. Теперь я сказал Юлию Сергеевну. Значит, ответственный момент. У меня трясутся руки. Берите нож. Смотрим, что там. И делаем выводы. Поехали. Запись идет. Я проверил. Вот. Видно вроде хорошо. Значит, еще будем подносить к этому глазку камеру. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А давайте вот так. Ёлки. Вот это как. Вот это. Ой, а косточек сколько. Так. Но. Я садовод или не садовод? Достаем черенки. Вот. Косточки пешка. Для меня это не прошлое дело. Но и не это. Так. Юлия Сергеевна, у меня трясутся руки. Вкрывайте. Если сводится, то у меня будут 150-граммовые плоды. Но не обязательно. В Сибири они могут быть мельче. Вот есть такая особенность. Чувствую деревья. Ага. Не климат. А дай-ка я дам плодов побольше, но поменьше. И это не исключено. Ведь мы же не просто присутствуем там, посылку скрываем, банальные вещи. Мы учимся. Ну-ка, ну-ка, ты у нас специалист. Давай. Я буду даже глядеть. Качество отличное. Слушай, даже по внешнему виду, это ведь супер сорт. Даже чисто внешне. Посмотри, какие эти почки. Ё-моё. Их как приятно получать от друзей, которые никогда не обманут. Вот. И рубашку последнюю с себя снимут. И что угодно. Вот. Какое счастье иметь таких людей. Вот захотел бы Меджинского. А я буду самый крутой в России. Нет, своего учителя отправляют. А что для меня это? Трудно догадаться. Да это для меня вторая молодость. Ведь теперь мне нельзя никуда уходить, потому что мне надо ещё пузы получить. Юля, будем третьим этажом приватим. Вот. Везде, где можем будем тыкать. На сливы, на абрикосы. На третьим этажом, куда угодно. Любую ветку. Вот. Это же не только эти. У нас ещё свои есть. Клоны, которым надо тиражировать. Так. Ну давай сюда. Итак. Красотища. Вот. Вот действительно. Смотрите, друзья. Это высшие, это как-то вот, это, вот даже по внешнему виду, уж поверьте мне, это элита. Настоящая элита. Так. Черенки, хорошо, что они кста... А. Вот что интересно, да. Чем толстее черенок, тем лучше у него сохранность. Там больше сока в нём, он меньше испаряется, медленнее. Вот всё. Олег Олегович. Как, если бы мы были на Украине, я бы сказал, друг, с меня фляжка. Итак, друг, с мэна фляжка. Итак, вот они. Всё. Сбылось. Теперь. Надо мне успокоиться. Жаль, что курить бросил 20 лет назад. Фух, давай сюда подноси. Нет, вот эти. Теперь уже косточки. Я сел, мне трудно стоять. Вот. Мне вчера было 80 на 60 давление. Только когда позвонили мне с этого, что забирайте посылку, давление в рост. Вот Минусинский. Вот. Что про него я скажу. Фотографии видели мои. Мезиного. Фильмы видели. Вот. Видели ещё в нескольких других садах. Так. Вот. У него морозостойкость на уровне, на уровне Хасанского. Ну, Хасанский я доводил до ума несколько поколений прививки на сливы и на абрикосы. И вот он становился понемножечку устойчивее. Морозостойкость повышалась. Несколько поколений. На стояние ментора по железу. Вот. А Минусинский я никогда не прививал. Они у меня, как вот мне их подарил друг с Минусинска, 20 штук, осталось 6. Вот. Всего 6 осталось. Но они пережили даже соргаватные зимы. Так. Вот. И высылал я в виде черенков. Так. Вот. И в виде плодов. И вот результат. Минусинский. Он мельче немножко. Ну, скажем, полтора раза, чем Хасанский. Но урожай сумасшедшее. Фотографии видели? Фильмы видели? Давайте следующий. Что еще там есть? Вам еще, это, еще, Юрий Сергеевич, вам не повезло. Вам придется это все считать. Я рассчитаю за каждую кошку. Мы как договорились? Да, друзья. В данном случае с вами говорит коммерсант Железов. Мы договорились. Я. Это мое было предложение. Значит. Половину денег высылаю обратно в Брятск. Половину. То есть придется вам, бедные, сосчитать каждую косточку. Вот взял и сосчитал. Написал. Хасанский. Железов. Так. Следующая. Минусинский. Стоит Минусинский. Да? Так. Все. Еще там нет больше ничего в этом? Три. Получилось. Вот это. Минусинского побольше. Да? Все, друзья. Мы на этом будем заканчивать эту часть. Вот. Брата, который будет монтировать этот фильм там, ну, как положено, с музыкой, ситрами. Я попрошу заставочку сделать такую. Я вышлю, выберу фотографию получше. Вот. От Мези. На ВЖ. Это же его. Значит, фотография должна быть Силосада. Все по-честному. Ну, вот, чтобы она так светилась несколько минут на этом, на фильме. И будем считать, что мы этот фильм заканчиваем. Еще раз. Юлия Сергеевна Мельникова, моя главная помощница. Сейчас она соберет, сегодня-завтра, порядка 20 посылок. Почему? Там было так. Например, десяток черенков. Или там полсотни косточек абрикоса. И обязательно три косточки персика. Пять косточек персика. Ну, есть посылка самая крутая из Санкт-Петербурга. Вот. От моей, я дочкой называю, по имени, по имени, ой, говорить, не говорить. Говорить, не говорить, говорить, не говорить. Ну, ладно, Мирослава. Итак, Мирослава заказала 90, и сейчас еще добавим еще 10 догонку до круглого числа. Итак, самая крупная партия, что косточек едет в Санкт-Петербург. И, Мирослава, косточки персиков, я потом отдельно покажу. Мне придется раскрыть эту тему. Ну, в других уже фильмах, я покажу фотографию персика, у него длинный стержневый корень. Мирослава, Санкт-Петербург. Имейте это в виду. Ну, вот теперь вроде все. Заканчиваю этот разговор. Волнуюсь. Эх, жалко, что утро. Был бы весело. Сейчас бы это... Обмыл бы посылку 20 граммами коньяку. Ну, че смеешь-то? Имею право. Мотать нервы с 18 декабря. Ты видел, в каком состоянии был? Да, я помню. Это сейчас у меня давление было. Я сколько искала эту посылку? Мы звонили на горячую линию, куда только не звонили. Во-во-во. Что мы им пригрозили? Что никто из наших друзей больше в ЕМС обращаться не будет. Да. Потому что мало было еще какой издевательских разговоров были. Мало того, что до туда не дозвониться. Это в течение 10 минут можно ждать оператора. Ты 40 минут я ждал? Да. Во-вторых, они еще ссылаются на всякую ерунду. То есть вообще не знают конкретного ответа на данный вопрос. Так, все. Ну, за работу, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, товарищи, и шли в это, вот купить. Ну, а мы пошли работать. Что это? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ссылка в указатель. Пunfticar и ada timeline.